Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие наши подписчики канала Делись и Делай! Здравствуйте, друзья, педагоги, родители, заинтересованные и случайные прохожие, которые оказались на этом эфире. Сегодня я буду вести этот эфир. Меня зовут Злата Глотова. Я режиссёр и куратор проекта театр-студия Бусы. Мы много лет занимаемся тем, что ставим спектакли для детей, а также проводим семейные лагеря, очень сюжетные, завязанные так же, как спектакли. И очень любим сказки. Сегодня темой моей встречи с вами будет разговор про сказки, но, может быть, наверное, в самом серьёзном ключе, потому что эта тема очень давно меня занимала саму. У меня двое детей, старшей моей дочке уже 15 лет, а младшей будет 12. И все годы, пока я работаю в театре, а это уже больше 10 лет, мне было интересно, какое же влияние оказывают сказки в целом на детей, на взрослых, которые с ними соприкасаются осознанно. Не в дань тому, что положено в детстве читать сказки, а действительно выбирают сказки как большую часть своей семейной жизни, как часть работы, темы для разговоров, для переживаний и всего остального. И кроме того, к сегодняшним вопросам, которые я буду рассказывать вам, меня подвели вопросы родителей, которые приводят детей в театральную студию, либо я вот ещё веду в школах театральные занятия. И для выбора темы работы с детьми я выбираю сказки. Я выбираю сказки особенно для детей младшего возраста, 6-7 лет, это первый и второй класс, самые маленькие дети, либо старшая садиковская группа, такие дошкольники уже, матёрые дошкольники. И именно для них я выбираю всегда сказки. И натыкаюсь на вопросы встречных родителей. А может не сказки, они всё-таки уже в школе, может давайте мы будем уже куда-то на будущее, что-нибудь про профессии, про что-нибудь серьёзное, поучительное или развивающее в плане интеллектуальном, возьмём какие-то такие темы современные, потому что, ну что эти сказки? И вот тут мне, как педагогу, очень важно было выстроить для себя вот ту линию обороны, чтобы защитить сказки, чтобы защитить их ценность, чтобы донести до родителей не в борьбе, а в очень хорошем контакте, вот педагог-родитель, ценность того материала, который не просто является моментом проживания для ребёнка 15 минут, а вся работа наша, а это недели, месяцы и в целом год получается, даёт прекрасную базу. Для чего же он даёт эту базу? Для этого я обратилась к разным книгам, статьям, стала их читать, искать, кое-что просила переводить, ну и благодаря интернету многое сейчас можно перевести самостоятельно, и всё это собирала, собирала для того, чтобы потом делиться с родителями и сегодня поделиться с вами. Последней, наверное, такой точкой, что я всё делаю правильно, был вопрос в этом году, также от родителей в студии, мама психолог, которая поставила вопрос, «Зачем развивать в детях магическое мышление?» То есть она восприняла работу над сказкой как часть развития магического мышления, и для меня это тоже было новой интересной темой, в которой нужно было покопаться, и которую также сегодня я постараюсь успеть затронуть. то есть является ли магическое мышление для детей какого возраста нормой, для кого это уже не норма, и развивают ли сказки это магическое мышление, либо всё работает наоборот. Первым я бы хотела рассказать о статье Толкина, которую он написал при выступлении студентов университета, это огромная трёхчасовая лекция эссе, которая так называется о сказках. И я всем, кто хочет заняться этой темой, рекомендую начать с неё, потому что в этой лекции он подчёркивает значимость сказки для взрослых. И почему начать с неё? Потому что значимость сказки для взрослых, для нас, взрослых, очень важна. Если мы осознаем её значимость как взрослый, как взрослый, как для себя, тогда это работа, которую мы дальше будем проводить с детьми, напитывая их сказками, либо возвращаясь к ним, либо работая с ними очень качественно, будет для нас естественной. И значит принесёт намного больше натурального вот этого вот контакта, который пойдёт на благо. Главное в нашей работе – это, конечно же, работать на благо ребёнка, работать на благо его развития, на благо его формирования, его мировоззрения. И уравновешивать в нём при помощи сказки, при помощи театра, при помощи волшебства, которое мы с вами несем, равновесие между миром эмоций, миром подсознательного и миром осознанного. Вот это вот равновесие позволяет и сделает сказка. Что же пишет Толкин? Толкин в своей статье замечательно раскладывает специфику сказочного материала и отделяет сказку как таковую, мир вымысла и глубинной сказки, от сказки поверхностной и налёта сказки. И выставляет в этом противостоянии взрослого как действующее лицо, как участника диалога культурного между сказкой и взрослым человеком, поскольку он находился тоже в том же этапе, когда издатели и появление новых писателей ставили крест на старых сказках. И таким образом, несмотря на то, что он сам писатель новых сказок, он считал, что детям просто необходимо читать сказки, но взрослым это не менее важно, потому что проживая вместе с героями сказочного мира все приключения, взрослый напитывается и самоутверждается в собственных действиях, в собственных нравственных ориентирах, потому что принято считать часто, ну просто общественное мнение, не кем-то там отдельно подписанное, о том, что вот дети, они чистые, невинные и прекрасные, а взрослые в противоставлении им являются носителями порока, и уже их душа более замутнённая, загрязнённая жизненными перипетиями. Вот именно это разделение Толкин в своём труде стирает, он считает, что сама фраза о сохранении взрослым в себе ребёнка, она не относится к наивности или к какой-то чистоте, а к тому, что подобную ребёнку, который, проживая моменты детства, разбирается в том, что светлое, что тёмное, и находится в состоянии хаоса. Взрослый, в принципе, он тоже находится в состоянии хаоса, но он уже утвердился в своих значениях, и если он утвердился в них однажды, распозная для себя добро и зло, что хорошо, что плохо, то есть эти вечные вопросы, которые важны для каждого человека, он должен сохранять в себе эти же чувства, будучи взрослым человеком. А для этого он может заново перечитывать или открывать для себя сказки, потому что сказки содержат именно самые разграниченные образы, которые просты для понятия и которые подкрепляют нас в том, что касается добра и зла. Добро и зло существует, от этого никуда не денешься. Очень много зла вокруг нас и также очень много добра вокруг нас. И для человека с сформированной позицией становится не просто важным находиться или совершать добрые поступки, потому что поступки бывают уже разные, но разбираться в этом. Разбираться и однозначно называть вещи своими именами для того, чтобы сохранять свою душу, свой разум в балансе, чтобы у нас не было того хаоса, который иногда происходит даже сейчас, когда мы теряем опору, мы теряем опору, мы не знаем, что можно назвать хорошим, что можно назвать плохим, потому что очень сложные вызовы дает нам сейчас мир. И для детей Толкиен выделяет отдельно сказки, он говорит, что если взрослые будут читать сказки со всей серьезностью, если они будут относиться к этому серьезно, если они будут просто не бросать это дело, то и детям достанется огромное количество сказок, которые помогут им вырасти и сформироваться как человек устойчивый к переменам, устойчивый. И в этом помогает, дальше он рассматривает само явление фантазии, разницу между фантазией и воображением и так далее. Вот этот кусочек мне очень хотелось затронуть, потому что мне кажется, что это вот сердце этой статьи. И дальше я перейду к огромной и прекрасной книге. Извините, прочитаю имя, потому что иногда просто могу ошибиться в букве. Бруно Бетельгейма, который написал огромный труд, он называется «О пользе волшебства». Это чудесная книга, там почти 500 страниц, она большухая, она наполненная на каждой странице хорошими мыслями. И я когда читала, я несколько раз просто плакала от того, насколько хорошо этот человек нам рассказывает некоторые моменты. Что же пишет Бруно Бетельгейм? Я сейчас буду идти по своим записям. Дидактически все сказки, конечно же, разделены. Они разделены современниками и не менее разделены были исследователями из прошлого. О том, что сказки не секрет. Первое, это развивают воображение, они тренируют речь и память ребенка. Второе, они формируют логику и формируют последственные связи и восприятие детей. А третье, формируют мировоззрение и расширяют кругозор. И это очень важно, формирование мировоззрения. И помогают ребенку адаптироваться к реальной жизни. Как ни странно, именно через волшебные истории, именно через проживание героями самых невероятных ситуаций ребенок может воспринимать реальность как таковую. И, кроме того, сказка всегда компенсирует либо недостаток прожитых эмоций, подавленных эмоций и позволяет разрядиться ребенку даже в момент прослушивания, не в проигрывании даже. То есть можно не уходить дальше, даже в момент прослушивания истории, в чтении сказки у ребенка уже происходит эмоциональная разрядка и выброс той энергии, которая была подавлена им, потому что взрослый мир для ребенка все-таки представляется как некий хаос, полный хаос. И сегодня, как и прежде, самое главное задание для, самая главная задача воспитания ребенка составляется все-таки в обретении им смысла жизни. Это очень сложный вопрос, но если отбросить все условности, если потереть любую причину, по которой можно читать сказки, если ее поскрести, то под ней будет надпись «Смысл жизни». Все, что мы хотим дать нашим детям, все, что мы хотим в них развить, все, что мы хотим затронуть, это дать им внутреннюю опору, смысл жизни, зачем все вокруг нас. И, как ни странно, современная литература, которая сейчас есть, сказочная литература, она эти вопросы не затрагивает. Мне вот очень трудно сейчас как-то так сказать, чтобы никого не обидеть, потому что современная литература чудесная, мне тоже нравится, но по своей сути в аспекте исследования, в том числе и современными учеными, которые занимаются сказками, она все-таки относится больше к литературе развлекательной или познавательной. Больше всего ребенку нужны в определенном возрасте, это в возрасте сказочное переживание, которое старше 4 лет, народные сказки. Народные сказки, причем все сказки народов мира прекрасны, они могут быть перемешаны, вы можете выбирать сказки своего ребенка, либо заимствованные, потому что все уже у нас открыто сейчас. В прочтении сказок ребенок лучше, вообще в процессе развития, не только в прочтении сказок, ребенок постоянно познает себя. И чем больше это познание идет, накопительный эффект у этого познания, тем лучше он будет через познание себя познавать дальше других. И в конечном счете цель такого маленького взросления это, конечно, выстраивание прочной связи между объектом, действующим между ребенком и другими людьми. И для того, чтобы их диалог и взаимодействие было наполнено смыслом и приносило удовольствие обеим сторонам, очень важно вот это обретение смысла, обретение смысла и формирование мировоззрения ребенка. Для этого ребенка нужно пройти огромный путь. Огромный путь от узких рамок восприятия себя как центра мира, вокруг которого все происходит само собой. И в принципе уже где-то к пяти годам эти первые кризисы начинают проявляться, когда ребенок начинает осознавать, что он не центр мира, вокруг него очень много разных процессов, и ему нужно научиться с этими процессами сосуществовать, а в последующем даже управлять этими процессами. Но все это возможно только, если он верит в себя, и если у него есть ресурс для того, чтобы управлять всеми этими процессами. И поэтому формирование ресурса, оно занимает огромное количество времени. И в принципе мы с вами, и вся детская литература, и тот культурный контент, который существует вокруг детей, это прекрасный мост, через который надо обязательно перейти, перейти маленькими шагами. От детства, когда вся картина мира представляется хаосом, просто хаосом, собственно никакой логики в том, что делают разные взрослые, даже близкие взрослые, и вообще картина мира, для четырехлетнего ребенка, это полнейший хаос происходящего. Найти в ней логику, выстроить свое место найти, выстроить какие-то взаимодействия, это очень долгий и очень кропотливый труд для каждого ребенка. И этот мост, начинаясь в детстве хаоса, должен закончиться формированием личности уже в конце пубертата, то есть к концу подросткового возраста у нас должна быть личность, свободная от, ну, сепарированная от родителей, от многих других вещей, и главное, она должна иметь огромную мощную опору и ресурс, и восприятие себя, то есть сформированную личность. И вот этот мост, он очень длинный, и, конечно, не занимает только сказочными, невозможно заполнить только сказочными материалами, но на пути преодоления этого разрыва, этого огромного разрыва психологического, огромного физического разрыва, мы будем говорить про тот разрыв, который поддушевный, который формирует в том числе и сказки. Ребенку важно в этом процессе найти равновесие, как я уже вот поназывала, между эмоциями, умом и воображением. И так как психология у нас тоже, вот Фрейд ввел эти прекрасные понятия, предсознательная, бессознательная и уже сознательная часть, то все это может объединять познание других историй, в том числе и сказочных историй. формируется то самое рацио, которое позволяет ребенку себя видеть в этом мире, посмотреть на себя и уже принять себя. Потому что только через формирование этого можно выйти на надежду и дальше на тот смысл жизни, который ведет нас дальше и дальше, позволяя человеку прожить долгую и хорошую жизнь. Иногда родители спрашивают, и не только родители, часто задают этот вопрос и коллеги, потому что мы всегда в каком-то поиске, могут ли современные дети с современными проблемами что-то почерпнуть из старых сказок, могут ли они что-то узнать из этих сказок, ведь это сказки очень далекие и в них совершенно другие, начиная от предметов, местодействий, проблем и так далее. Но на самом деле сказка тем и хороша, что у нее настолько архетипичный вид, который одинаково понятен и одинаково полезен для ребенка и для взрослого. Сама манера обращения сказочного, она удивительным образом универсальна. Читаете вы сказку ребенку, читаете ли вы сказки более старшему ребенку или читаете ли вы сами сказку как взрослый человек. Она настолько отшлифовалась уже социальными, временными и писательскими подходами, что приобрела уникальную форму такого бриллианта, который, ну, своему лету нравится всем. И у сказки есть огромный плюс. Она существует вне времени. Само обращение, с которого начинаются старые сказки, вот Сон Панатайм, Жили-были в давние-давние времена, позволяют ребенку абстрагироваться от того, что это происходит здесь и сейчас. И вот эта вне временность сказки, она дает очень сильную эмоциональную разрядку для ребенка, который, в принципе, так понимает, что то, что он слышит, это история. Но история, которая никоим образом не происходит ни здесь, ни сейчас, ни с ним. И она абсолютно и совершенно безопасна для него. Этот слой считывается самым-самым первым, потому что сказка, она и должна существовать в дни времени, у нее нет никаких дат, у нее нет, ну, собственно, никаких привязок, мы только можем представлять, где это было. Но на самом деле, если опускаться ниже и ниже по тому, как рождались сказки, то корнями они будут уходить так далеко, что даже если мы думаем, что было что-то написано вроде Золушки в Средневековье, то на самом деле нет, оно будет уходить дальше и дальше, и дальше, просто там менять свои формы. Ребенок, когда существует в мире взрослых, у него складывается такая картина, которую, кроме того, мы сами, как родители, и пытаемся подкрепить о том, что все люди хорошие. В сказках же все, конечно, наоборот, но это все очень оправдано, потому что на самом деле не все люди хорошие, а во-вторых, при такой парадигме, которая постоянно рассказывается ребенку и формируется вокруг него такой идеальный мир, в том числе родителями, воспитателями, мы не хотим, чтобы ребенок страдал, мы не хотим, чтобы он сталкивался со злом, мы не хотим, чтобы он сталкивался с негативными переживаниями, но в итоге по исследованию Горни Бетлибейма, он является самым психотерапевтом и исследователем, то есть это человек, который практик, он не просто такой теоретик из библиотеки, он приходит к выводу, что подобное восприятие реальности похоже на то, как если бы человека кормили только полезными, не просто полезными, а сладкими, не полезными, но однотипным каким-то типом питания, пищи, и в то же время он бы был на этой диете, но она была бы для него вредоносна, потому что других компонентов ему бы устро не хватало, и рано или поздно это бы проявилось. В то же время Фрейд, рассказывая про борьбу подсознательного и бессознательного, тоже самым простым можно сказать, что подавляя в себе какие-то негативные черты, если с ними разбираться, то в итоге из подсознательного они наоборот становятся частью сознательного, и человек в итоге сталкивается с ними еще раз в реальной жизни. Как же это проигрывается в сказках, и почему сказка является хорошим материалом для здорового формирования вот этих явлений от хорошестей и принятия себя разного, потому что ребенок, еще раз говорю про то, что он живя в установке, что он вокруг все хорошие и должны быть хорошими, в своем поведении иногда извините, замечает замечает то, что он сам чувствует, что где-то он ведет себя плохо, это совершенно нормальные вещи, вот он что-то сломал, вот он не так сделал, вот он где-то схитрил, он это все чувствует, и если он будет думать, что только он такой, то в своих глазах он начинает казаться себе чудовищем, чудовищем, который переступает все мыслимые, немыслимые, человеческие нормы, хорошести, и все должны быть хорошими. Как же работает сказка? Сказка имеет очень типичные образы, они ни капельки не индивидуальные, все старые сказки, они содержат образы, которые невозможно привязать к конкретному человеку, поэтому мы, например, видим, что вот есть герой, он неизвестно, какой у него там характер, бэкграунд и биография, он простачок, все, все, что мы можем знать, или он королевич, значит, и у нас уже формируется какой-то тип этого королевича, никаких индивидуальных черт такие герои не несут, но если положительными героями все понятно, мы, в принципе, согласны, что они такие, то отрицательные герои в народных сказках, они тоже все типичны, это может быть великан, это может быть злой король, это может быть злой волшебник, это может быть злой волк, это может быть злая женщина, мачеха или еще кто-нибудь, обычно они так еще немножко даже как родственники отделены от детей, и это норма зла в таких формах существовать, и есть норма добра, и для ребенка, проживая вот этот сказочный материал, слушая сказку, в которой все понятно, вот проживая момент действия зла становится очень понятно, душевно, что да, зло существует, есть злые поступки, есть злые герои, есть такие ситуации сложные, но в этот момент, когда он идет про чтение или прослушивание сказки, он не задает себе вопрос, а я добрый или плохой, скорее он рассказывает, задает себе вопрос на будущее о том, что а я бы каким хотел быть хорошим или плохим, вот буквально на этих маленьких примерах, начиная там из любой сказки, где там золушку взять или белоснежку, где злые добрые герои, и вот это вот хотел быть, это самая важная составляющая для формирования его будущего ресурса и формирования вот того фундамента смысла жизни, который через вопрос уже делает свой моральный выбор, потому что вместе с героями сказки, героев сказки, конечно же, где побеждает добро, побеждает ребенок, побеждает его ответ, о вот этом принадлежности настоящей и будущей его ко всему хорошему, и сказки, сказка не дает варианта перейти на темную сторону, потому что злой герой, он в конце сказки обычно либо исчезает, либо его изгоняют, в общем, он перестает присутствовать в том мире, который остается миром героя, а значит миром ребенка, слушателя, и таким образом вне времени с отрицательными и положительными героями мы уже находим для себя первые ответы, которые очень важны для ребенка, который в это время начинает переживать первые кризисы, это кризисы возрастные идут, кризисы самоидентичности, и чем больше сказок, сказок, которые начитываются и имеют разные сюжеты, но одинаково типичных героев, они позволяют сформировать без всяких отступлений, без запутываний, потому что хаос, еще раз говорю, картина хаоса, восприятие ребенка всего мира настолько огромна, что вот такие истории, сказочные истории, самые простые сказки, самые наши старые сказки, братья Грима, другие, они вот это именно и дают. всего же в сказках настолько разнообразный пантеон героев, где каждый сюжетов, ну, по-пропу их не очень много, но на самом деле, когда мы читаем, нам кажется, что их очень много, этих сюжетов, и ребенок, прослушивая разные сказки, может рано или поздно нащупать свою идентичность и прожить те внутренние проблемы, которые он сам чувствует. Мы ни за что не узнаем, что это за проблема, только в работе с психологами, либо иногда с игротерапевтами проскакивают такие вещи, которые на самом деле могли бы напугать родителей, могли бы напугать родителей, если бы ребенок спросил это в лоб, потому что он сам не знает, откуда это берется, мы рождаемся с огромным бэкграундом всего подсознательного, я так показываю все, как будто оно вот здесь находится, но мне так кажется, что вот там, где мы ничего не можем рассмотреть даже в зеркало, вот там где-то наше подсознательное находится, и ребенок рождается с этим огромным бэкграундом всего подсознательного уже, мы не можем с ним бороться, мы не можем его рассмотреть, мы не можем его интенсифицировать или еще что-нибудь, но оно проявляется, оно есть, оно задает свои вопросы, оно ведет бесконечно невидимую борьбу внутри ребенка, и это абсолютно нормально, но нам, как родителям, конечно же, хочется, чтобы он победил, чтобы равновесие нашлось, и фантазии бывают самые разные, бывают, не знаю, рассказывать или нет, не хочет вас пугать перед новым годом, поэтому я, наверное, опущу там миллион примеров, какие у детей бывают фантазии, но могу сказать, что это очень яркие образы, они не навеяли, я бы даже сказала, ни телевидением, ни массовыми информациями или чем-то другим, это образы, которые просто рождают наше подсознательное, и оно пугает, потому что очень многое из этого подсознательного это тревоги, это страхи, это опасения, это очень сильный пласт, который может дестабилизировать маленькое сознание, и тогда оно ищет, оно цепляется, оно цепляется за то светлое, и пытается для себя это разобраться с этим, то есть нормально это или ненормально, то есть внутри эти монстры, они действительно бушуют, и я это даже вижу в театральной работе, это интересно, что же делает сказка, благодаря богатству героев, пантеона и тем сюжетам, она структурирует, она структурирует эти образы, эта структура очень понятна, она очень простая в сказках, таким образом, если вы читаете там сказку про Боб и волшебные Бобы, Джек, Бобовый стебель, и затрагивается, извините, тема великанов, то для ребёнка существует сразу несколько тем опасений, страхов, тревог, потому что великаны в его понятие это вообще все взрослые, то есть это понятно, и проживая победу над великанами при помощи хитрости, при помощи удачи, при помощи разных других вещей, ребёнок также примиряется с своим несовершенством в мире взрослых, это потрясающий пример, и потому что конфликты, вот эти вот возрастные разрывы между нами, мы любящие родители, мы понимаем, что это наши дети, мы всё, но мы не знаем, как это видят все дети, как они видят нас, эта картина детского восприятия взрослых, она тоже уникальна, она очень интересна, но в ней есть и свои, конечно, попросения на этот счёт, поэтому маленький человечек в мире великанов, в сказке, это уже проживание своих страхов на этот счёт, здесь много других сказок и кризисов, через которые проходят дети в разном возрасте, это и типовые дилеммы, то есть это обязательная, да, обязательная часть это выросление ребёнка, это отношения с мамой, с папой, выстраивание отношений, и в сказках всё это имеет, в отличие от мифов, потому что мифы тоже, это огромный пласт культуры, но на мифах невозможно такое, многое из этого, того, что я рассказываю, закрепить в ребёнке, потому что миф имеет совершенно другую структуру, мы даже не будем сейчас туда идти, но в сказках все эти проблемы, они разбираются очень хорошо, потому что в сказках всегда герой ищет себе, не женится, на старше себя или на младше себя, в классических сказках всё происходит абсолютно, скажем так, в норме, герой ищет себе пару по возрасту, даже там его отправляет там отец, король, царь, неважно кто, просто отец, что тебе нужно пойти и найти вот такую себе пару, супругу или супруга, там, не знаю, разные сказки бывают, и для того, чтобы вы могли продолжить дальше жизнь, то есть опять идея продолжения жизни, которая всегда была и всегда будет, и ничего это не изменится, это самый важный базис, и проживание типовых комплексов через чтение сказок, оно позволяет ребёнку очень быстро самодезиентифицироваться, потому что, конечно, это детское влечение, борьба за внимание, вытеснение, да, ну, мы знакомы с этими вопросами, как взрослые, она в сказках вся нивелируется и разбирается о том, что, ну, вот он прошёл испытание, он находит счастливую пару, они остаются жить вместе, и живут долго и счастливо, да, то есть сказка всегда завершается, и в сказке всегда эта модель является самой жизнеспособной, получается, что через такие истории тоже проживаются все эти кризисы, кризисы соперничества с младшими, старшими, сёстрами, братьями тоже есть в сказках, и сказки очень многие отражают это, и про семь воронов, также про семь лебедей, где рождение этой девочки вытесняет семь мальчиков, это такие прям гипертрофированные сюжеты, но они очень терапевтичны для детей, и дают проживание идентичности семьи в сплочении её, потому что через сами сюжеты, через их развитие герои проходят испытания, и воссоединяются, и спасают, и дальше получается выравнивают эту ситуацию, и начинают жить долго и счастливо. Ещё такая очень важная вещь это экзистенциальность те вопросы жизни и смерти, которые поднимаются в сказках. И дети, конечно же, все рано или поздно сталкиваются с этими вопросами в жизни, начиная, не знаю, от мёртвой лягушки где-то на площадке, или на прогулке, или смерти питомца в доме. Эти вопросы очень важны вообще в жизни человека, но маленькому ребёнку, которому, я ещё раз повторюсь, у которого картина хаоса усложняется ещё вопросами добра, зла, вокруг, во мне, здесь, жизни и смерти, сказки тоже помогают, потому что сказка выстраивает естественное течение жизни, начиная с самого начала. Во многих сказках мы видим, что жил-был король, и он состарился. Да, либо сказка часто начинается, что жила-была девочка, её родители давно умерли. то есть через три слова, через три, четыре, одно предложение закрепляется естественный ход вещей. Нам, как родителям, всё равно придётся разговаривать на эту тему, но естественность хода вещей и круговорот этой жизни, который важно не бояться, принять, просто узнать о нём сказка позволяет с первых строчек закреплять это. И это очень важный момент также для детей и для того, чтобы их пребывание в мире было наиболее наполненным и этот жизненный путь, который выстраивается с самого детства, он был озарён надеждой, потому что сказка это надежда и вообще по жизни нас ведёт надежда и вот эти надежды на то, что всё хорошо и всё так и будет и так и должно быть, оно очень-очень важно. Ещё хочу рассказать про нарциссические разочарования, которые тоже проживает ребёнок, когда он сам взрослеет, рождается второй ребёнок в семье, вот в сказках эта тема тоже очень сильно проживается, про то, что человек несовершенен неважно какой-то герой, он может быть королевичем, принцесса, которые проживают падение по сюжету, затем преодолевают трудности и дальше обретают опять же свои себя, принимают себя и остаются жить долгосчастливы. Про долгосчастливы я, кстати, тоже расскажу отдельно, потому что это очень важная вещь, которая встречается в сказках и тоже важна очень для нас. Вопросы сепарации от родителей в сказках и проживание ребёнком вообще вот сепарация происходящая и происходящая либо болезненно, либо естественным путём, да, которые долго не вырастают, не уходят из дома, и сказка о Гензеле Гретеле, которых отвели в лес, всё это корнями уходит туда. Ребёнку важно понять, что даже если он будет уже самостоятельно, вот это вот развивать в себе, она будет развиваться в нём, то он не будет несостоятельным без родителей, несостоятельным, потому что боясь отойти от мамы, боясь отойти от папы, потому что собственно несовершенство ощущается. Сказка же в своих сюжетах даёт возможность вот этого ухода от родителей, как он рассказывается, да, я не имею в виду сейчас уход физический, я конечно не имею в виду ту сепарацию, которую необходимо пройти ребёнку, чтобы обретать возможность отдельного существования рядом со своими родителями и восприятие себя как целостной уже маленькой этнической личности вот своей, вот, в сказках это проживается тоже, то есть человек либо уходит, либо он отправляется куда-то и переживает много трудностей, через эти трудности, через прослушивание и прочтение этих трудностей ребёнок закрепляет в себе мысли о том, что он справится, что да, жизнь трудна, но всё возможно, всё будет, всё хорошо и даже в одиночку, в одиночку герой справляется со всем, со всем, и дальше он либо возвращается в семью, и его там принимают, обнимают, ну понятно, что он уже возвращается другим, возрослевшим, и либо он строит свою жизнь уже где-то в новом месте, но при этом он уже не чувствует печали или своего несовершенства, он чувствует, что он уже на это способен, у него это возможно, а раз это возможно в сказке, значит, вот опять, а я хочу быть таким, а я могу, через эти вопросы ребёнок устраивает и свою тоже сепарацию естественную, хорошую готовность к ней, готовность к проживанию её, скажем так, с меньшим количеством кризисов. Сказка имеет потрясающую способность возвращения в реальность. Она всегда начинается очень обыденно с обыденных вещей, что жили, были крестьяне, жила, была девочка, жил, был ещё кто-то в обыкновенном доме или в обыкновенном дворце, обыкновенное. Дальше сказка погружает нас в самые невероятные вот эти вот художественные дебри фантазии, воображения ребёнка, всё начинает играть, 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 и здесь можно прожить очень и страх, и испуг, и надежду, и торжество, и волнение, то есть сказка, да, она эмоционально заряжена, эмоционально заряжена на переживания, на переживания и на борьбу, на борьбу, на празднование зло, на борьбу наших душевных сил, даже вот душевных сил это не борьбу, а на принятие душой того, что это существует, но из-за этого это можно преодолеть и жить дальше. Вот. И сказка обязательно выводит своего читателя, она выводит его обратно. В конце каждой сказки история завершается тем, что все хорошо, все реально, и вот это счастье, которое реально, оно остается с читателем, а все беды остаются там, в сказочном мире, в котором они уже преодолелись. а дальше жили они долго и счастливы и может и сейчас живут. То есть у нас получается, что выводы сказки, он очень-очень связан с реальностью, потому что очень важно, чтобы, конечно же, сказки заканчивались, и вот это жилие долго и счастливо можно произносить вообще в конце любой сказки, которую вы читаете детям, для того, чтобы завершить историю, для того, чтобы остаться в реальности, насколько бы ни были вот эти сказочные переживания, ребенок понимает, что он даже в своих фантазиях, ведь они очень много играют, игра это тоже переживание, это эмоционально заряженное действие, в котором может производить хорошее и плохое, но ребенок через чтение сказок должен понимать, что любое волшебство, любое погружение в эту игру, оно не навсегда, он не сможет остаться в мире грез, он не сможет остаться в мире сказочных существ, он остается здесь и сейчас, и его реальная жизнь продолжается. Для чего это важно? Потому что для чего важно заканчивать сказки? Существуют некоторые виды психологических отклонений, которые даже выявляются неспособностью человека отличить реальность от нереальности. И умение ставить точку в конце истории это очень важный элемент для формирования выхода, выхода из нереального в реальный, для того, чтобы наша психика сохраняла свой здоровый баланс. Я очень коротко объяснила, надеюсь, что понятно, немножко подсматриваю свои конспектики тут. последствия всего сказочного в реальной жизни всегда тоже заканчиваются. Например, в сказках при сюжетах, где у человека есть несколько желаний, они всегда заканчиваются. То есть они не бывают бесконечны. И это тоже вот к этим концовкам, к тому, что сказочное, оно завершается, оно не работает дольше, чем идет сам рассказ. Все, дальше оно завершается, начинается реальная жизнь, в которой в сказке что-то мы берем, чем-то себя поддерживаем, наполняем какой-то ресурс, а дальше уже все зависит от наших собственных действий, потому что мы герои своей истории, мы герои, у которых все будет хорошо. Еще немножечко упустила один момент, что очень часто детям приходится в жизни оставаться наедине с собой, и в какой-то период вот еще это может их пугать. Это, конечно, я остался один, например, дома, я в ней оставили просто в комнате поиграть, это касается очень маленького возраста, в котором они пребывают. И тут чтение сказок тоже помогает, потому что очень часто герои оставаясь, помогают в чем? Помогают оставаться, не переживать, не входить в тревогу, не становиться несчастным, потому что в сказках очень часто герои оказываются наедине либо с предметами, либо с животными, с которыми они могут разговаривать, взаимодействовать, проживают очень долгий кусочек пути в одиночестве, общаясь только с добрыми животными, с предметами, которыми могут помогать, волшебные предметы. И здесь вот в игре, когда ребенок играет, мы же тоже замечаем, как он играет, он разговаривает с игрушками, он наделяет их магическими способностями, и вот эта способность, она очень хорошая, потому что в сказке герой проходит через этот период, он тоже заканчивается, и ребенок, оставаясь один, тоже он играет, он находится какое-то время один, и дальше тоже заканчивается, тоже заканчивается, это естественно, у нас в жизни есть момент, когда мы в одиночестве, и это нормально, для того, чтобы тоже помогать, в этом можно читать сказки, потому что там это просто самая естественная и простая вещь, которая усваивается с детьми, тоже из самой идеи прочтения. так, и волшебные сказки всегда указывают путь к будущему, волшебство, народные сказки, они указывают путь к будущему, к будущему, который обязательно будет хорошим, и вот эта вот тема, с которой я начинала, о том, что смысл жизни, нам важно его сформировать, нам важно дать свет на эту важную, важную составляющую нашей психики, через сказку формируется очень хорошо, потому что сказка направлена в будущее, и она не дает гарантию, она дает надежду, и вот эта надежда, это самое важное, самое важное, о чем я хотела сказать, Бруно Бетельгейм тоже пишет свои огромные толстые книжки, никто из детей, конечно же, не верит в то, что он тоже станет принцессой или королем, но вот эта градация по чину, она просто позволяет принять свое взросление, о том, что однажды, сейчас я вот такой, сейчас я нахожусь на положении этого героя, а там в будущем я стану взрослым, взрослым, это не король, это не принцесса, это не королева, это взрослым, это взрослым, который дальше продолжает жить, и его жизнь будет долгой и счастливой. Так, я, в принципе, наверное, рассказала про сказки то, что хотела сейчас, также, наверное, оставлю комментарии с статьями и несколько статей и книжек, которые вам будут интересны для прочтения, и еще вот хотела вернуться к теме педагогики театральной, к теме родительской педагогики, потому что никуда не денешься, родительская педагогика и родительство, это очень тесно связанное между собой, как надо читать сказки и как не надо читать сказки, потому что, собственно, хочу, чтобы это было для вас очень практичным занятием, то тоже, потому что очень много теории, в чем состоит практика, как читаются волшебные сказки, сказки читаются, вы можете найти ту обработку, которая будет вам приятна, сказка должна быть классическая добрая народная сказка, в принципе, в изданиях, начиная там 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, она, собственно, содержит наиболее, наверное, удоволворимые для ребенка варианты, потому что, конечно, если копаться в оригиналах сказках, даже еще до Шарля Перо и до Братьев Гримм, там можно найти очень много таких образов, которые вы просто сами сейчас не справитесь, и я не справлюсь, и дети тоже не справятся, поэтому мы берем те обработки, которые мы принимаем, и главное, чтобы они не были переделками, есть переработки, есть те, которые переработал переводчик, но он сохраняет сказочность и слог сказки, а есть переделки, это тогда, когда сюжеты меняются, описания героев меняются, меняются концовки, типа, чтобы не было никому грустно, мы здесь что-то изменим, вот, нет, должна оставаться грусть, должна составляться злая составляющая, которая побеждает добро, должен быть вывод, должны быть начинаться жили-были и заканчиваться жили они долго и счастливо, то есть, в принципе, у нас есть огромный запас сказок, которые можно читать в обработках, но не в переделках, это очень важно, очень важно с детьми при прочтении читать искренне, потому что если мы читаем зевая и не заинтересованно, то, ну, соответственно, ребенок слушает через родителя, и это полностью считывается и передается, то мы читаем, читаем, что произошло с чувством, не разыгрывать не нужно, просто мы читаем заинтересованно, этого достаточно для того, чтобы ребенок вас услышал, для того, чтобы сказка перешла от чтеца к слушателю, можно не интонировать, можно не замирать, и не падать в обмороке во время сказки, достаточно заинтересованно про чтение, вот просто вот, думаю, что вы все так и читаете вашим детям сказки, что же дальше, мы не объясняем детям сказки, не объясняем, мы не разбираем, а ты знаешь, что это значит на самом деле, а ты знаешь, что такое великана, вот то, что вы почерпнете из книг и из статей, если вы захотите их прочесть, мы не расшифровываем ребенку, потому что мы не знаем, какой вопрос сейчас, какую ситуацию сейчас подбрасывать его подсознание, и раскрывая не так, не там, не тот момент и не в тот момент, мы можем нечаянно, наоборот, еще больше задать ему вопросы, при видимой нашем желании помочь, мы можем еще больше поставить перед ним хаоса и проблем, сказка сама по себе на все отвечает, она сама все формирует, и все, мы можем только обсудить героя, мы можем обсудить, что он сделал, как ты думаешь, почему, а что бы сделал ты, но мы ничего не объясняем, что это значит, как думают ученые, не опережаем вообще ничего, и хотя вот Толкин пишет, что сказки, они, как и одежда, должны читаться на вырост, да, то есть, ну это и значит то, что мы, читая эту сказку, формируем уже ту взрослость, и не более того, не опережайте анализов сказки, это не нужно, это не нужно. Дети иногда возвращаются к одной и той же сказке и просят ее перечитать. Это значит по исследованиям, что действительно именно этот вопрос сейчас волнует ребенка. Вы, скорее всего, не сможете ответить на этот вопрос, а сказка может, поэтому ему хочется ее переслушать, он что-то в ней зацепил, он что-то в ней нашел, он что-то в ней перепроживает для себя. Поэтому читать сказки по второму кругу, по третьему кругу это нормально. Иногда мне тоже как родителю кажется, о, класс, ему зашли сказки, давай завтра читать еще три. Нет, здесь вот эти маленькие шаги про мост, которые я рассказывала, маленькие шаги, они действительно маленькие, они действительно медленные. Прочли сказку, все, пускай она поварится, пускай она поварится, не спешите завтра читать другую. Может быть, послезавтра прочитайте другую Дайте ей немножко устаканиться Дайте ребёнку разобраться Я сейчас говорю, конечно, про детей 5-6-7 лет Вот про такой возраст, когда вот этот хаос, когда кризисы Когда идёт переход из сада в школу Всё в одной куче, всё в одной куче у человека И вот эта сказка ещё до кучи Ей нужно время, чтобы пустить корни и структурировать эту кучу Чуть-чуть, насколько она может, её структурировать Если он просит, прочитает, давай ещё раз прочитаем Ослиную шкуру сказку Три орешка для золушки, похожие сюжеты Читаем ещё раз Скучно? Да, скучно Но раз ребёнок из этого что-то получает, значит мы тоже что-то получаем Понимаете, мы тоже что-то получаем, как взрослые Мы нащупали, мы молодцы, это классно Собственно, это всё, что, наверное, правило прочтения сказки Я хотела вам сказать Да, и время моё завершается сейчас И последнее Так, правило Магическое мышление Точно, вот, последний мой пункт То, что касается магического мышления Магическое мышление, вы можете открыть любой Любую статью на этот счёт Это способность верить в сверхъестественное Которое рождается у нас ещё в детстве То есть это совершенно естественная часть нашего сознания И нашего развития психики Когда ребёнок рождается, всё вокруг него происходит волшебным для него образом Появляется еда, тепло, потом сухость, потом его укачали, потом поцеловали Всё это происходит волшебным образом Дальше он растёт И волшебство потихонечку начинает исчезать из его жизни Вот ты уже сам, вот ты сам, вот я сама Ребёнок начинает становиться самостоятельным Но подсознательно он ещё верит в магическое мышление Магическое мышление ещё работает И сказки влияют или не влияют на магическое мышление По исследованиям сказки не влияют на скрепление какого-то магического мышления Они являются частью магического мышления когда оно ещё в голове у ребёнка полностью бурлит. Бурлит, потому что рождается фантазия, начиная с 4-х лет, магическое мышление может укрепиться, может исчезнуть, может переделаться. Что важно в этом моменте? Важно, что когда ребёнок начинает усваивать с 8-9 лет эти причинно-следственные связи, магическое мышление уходит на второй план. Остаётся уже логика, остаётся рацио, которое работает во всех направлениях. И, конечно, здесь важно, сказки уходят на второй план, то есть это детство, оно начинает сказочно заканчиваться, и выходят уже учебные вещи, важные для учёбы и важные для познания мира. Этапы тоже познания мира, они есть разные, от пещерного человека, когда в 6 лет он тащит камни и палки, и дальше, когда он становится учёным, самостоятельные эксперименты, прочтение научной литературы. И вот на самом деле развитие критического мышления, оно вытесняет потихоньку магическое мышление, и так и должно быть. И люди, у которых остаётся очень крепкое магическое мышление, значит, у них не сформировалось ещё критическое мышление. Это могут быть очень разные причины не сформированности мышления. В нашем случае мы вот сейчас организовали киноклуб для подростков, и где обсуждаем фильмы. У нас дети от 10 лет, мы смотрим фильмы, мы его обсуждаем, мы подводим их и формируем картину мира, как она есть. Мы берём пакт-видео, и я считаю для себя, что это хороший переход от мира сказок к миру взрослого формирования, где ребёнок уже магическое мышление начинает вытеснять другими вопросами. Оно всё равно остаётся мной. Я всегда верю, что я выигрываю лотерею. Никуда оно не девается. Но чтобы оно не было давлеющим, нужно развивать другое. А развивать это можно уже другими способами. Наверное, про это можно готовить другой материал. Друзья, я очень рада, что вы послушали, послушаете эту лекцию. Надеюсь, что я смогла для вас рассказать что-то новое, полезное. Мне бы хотелось, чтобы оно было бы для вас новым и полезным. Сегодня и наш проект тоже делают свои сказочные истории. Это наши адвенты. Не могу не сказать, что ещё можно впрыгнуть в наши истории. Наши истории начинаются и заканчиваются, позволяют ребёнку пройти через трудности и выйти из них экологично и натурально подвозят к празднику. Поэтому очень вам рекомендуем стать частью наших адвентов и историй. И приходите на наши странички, пользуйтесь этим. От меня будет сюрприз. Это тоже сказка. Сказка о стойком оловянном солдатике. Сказка о тихой грусти. Наша сказка заканчивается классически, поэтому могу сказать, что проживая эту сказку, вы получите огромное количество позитивных эмоций. Обнимаю, желаю вам всего самого-самого хорошего. С Новым годом, с наступающим чудесного вам декабря. И большое спасибо всей команды. Сирине меня за то, что этот проект живёт. Всех целую, обнимаю. До свидания. Так. Оп. Так, завершить.